Новые аспекты в национальной политике России, межнациональные конфликты в современном мире. Эти вопросы сегодня обсудили в Нарьинмаре в рамках круглого стола. Независимыми экспертами выступили председатель Совета Ассамблеи народов России, член-корреспондент Российской Академии естественных наук и заместитель начальника управления по укреплению общенационального единства Федерального агентства по делам национальности. Кроме того, рассмотрели опыт работы органов власти и местного самоуправления со средствами массовой информации, институтами гражданского общества, организациями сферы культуры. Круглый стол по вопросам межэтнических и межконфессиальных отношений начался с доклада об истории многонациональности в России. Член-корреспондент Российской Академии естественных наук Игорь Круговых говорил об основных вехах взаимодействия народов России. Сегодня в России проживает около 200 народов и народностей, имеющих свой язык, культуру и возможность сохранения этнической идентичности. В то же время все народы объединены цивилизационной общностью. Самое главное, чтобы мы понимали, что есть вот это вот единое цивилизационное поле, которое нам необходимо вместе сохранять. Страна, которая потеряла свою цивилизацию, станет частью цивилизации другой страны. Точка. Это просто надо понимать. Это то же самое, как раньше говорили. Тот, кто не будет кормить своих лошадей, тот будет кормить чужих. Все, вопросов нет. Тут только такое ясное понимание. Говоря о Ненецком округе, Игорь Круговых отметил важность принятия стратегии государственной национальной политики. Этот документ сегодня принят далеко не в каждом регионе России, между тем, как он координирует отношения органов власти и институтов гражданского общества. Сегодня в округе работают более 30 землячеств и диаспор, с которыми проходят рабочие встречи. Они дают возможность получить информацию о проблемах, положительных практиках. Так, дагестанское землячество устраивает встречи с детьми и знакомит их с национальной кухней. Члены землячества деревни Сопка восстановили историю поселения, выпустили альбом и установили информационные таблички для посетителей. «Краткая историческая справка. Если кто-то там будет в нашей деревне, то всё понятно. Когда деревня началась, когда её не стало, кто там жил, чем занимались скотоводства, в какие годы сколько человек жило, сколько там скота было. В общем, всё-всё-всё о деревне». Землячество и диаспоры, как и некоммерческие организации, участвуют в конкурсе грантов. Актуальные социальные проекты получают государственную поддержку. В 2015 году гранты на общую сумму 4 миллиона 200 тысяч рублей получили 13 некоммерческих организаций.